Всем привет, это канал Бородач ТВ. У нас сегодня в гостях представители замечательного агентства профи в деле. Прекрасные представительницы. Да, прекрасные представительницы. Занимаются тем, что делают имиджевые фотосессии, видеоролики в деловом стиле для развития бизнеса и карьеры. Мы уже начали, поэтому давайте познакомимся. Меня зовут Наталья, это непосредственно моя коллега Катерина. К ребятам мы приехали в гости из Питера, чтобы поближе с ними познакомиться и поговорить о дальнейших возможностях взаимодействия. Как вы пришли-то к созданию агентства? К созданию агентства. На самом деле очень интересная история. Как раз когда вошли к вам сюда, увидели картину, которая висит на стене. Я думаю, что Михаил ее покажет чуть-чуть позже. Маленькая интрига у нас будет сохраниться. Мы встретились с Катериной в августе прошлого года. Встретились на мероприятии «Пробежка» такая от бизнес-квартиры, где собираются активные молодые люди. И сошлись на том, что мы обе с ней фотографируем и нам интересно преподнести наших мужчин в лучшем свете, показать их миру. Именно мужчин. Именно мужчин, да. Потому что у нас скромные российские мужчины. К счастью, очень много среди них мастеров и профессионалов, но, к сожалению, они не выходят в люди с этим и, соответственно, не могут продвигаться в бизнес. Они за кадром останавливаются. Это очень распространенное дело. Вот. И эта фишка нас обоих зацепила. Мы поняли, что нельзя, нельзя. Нравится мужчине? Ну, конечно. Положай руку на сердце. Положай руку на сердце. Да, мы решили, что, наверное, две такие молодые и красивые, которые совпали в общем интересе, просто не могут не позволить нашим мужчинам не показать себя во всей их красе. И, соответственно, мы решили, что мы создадим такое агентство, назовем его «Профи в деле», так как непосредственно… Профессионалы в деле. Профессионалы в деле. Профессионалы в деле. Да. Мы профессионалы в своем деле, то есть те люди, с которыми мы сотрудничаем, профессионалы в своем деле. Но буквально через месяц-полтора, когда мы отсняли несколько мужских фотосетов и выложили их, то есть у нас посыпались заявки от девушек. Причем возмущенные. От девушек. От девушек. От девушек. С возмущением. А как же мы? Мы тоже бизнес-вумен, мы хотим тоже, мы вот еще красивее даже. Вы их в инстаграм оставили? Ну, мы и инстаграм в том числе, да. Да. И, соответственно, мы решили, что, значит, если есть запрос, нужно создать предложение. И сейчас у нас не только молодые люди, но и девушки. Плюс, так как мы не стоим на месте, мы развиваемся активно, общаемся, сотрудничаем. Вот, в общем-то, к вам приехали как раз, именно себя показать, вас тоже показать, да, меру, потому что многие должны знать о таких классных мальчишках. Вот можно вопрос вот как эксперту, да, по профитам? Да, вот я занимаюсь тренингами женской, да, по развитию интимных мышц. Какие фотосессии мне пригодят? Ммм, как интересно. Кстати, очень много пространств для фантазии. Да, пространств для фантазии много, я думаю, что можно будет переговорить и пообщаться на эту тему. Вот, для того, чтобы сейчас сразу народ сразу не шокирует, да, а выдать им уже готовый выпуск. У меня сразу противники пошли. Нет, я уже не вставляю. Он, скажем так, обнажен, да, то есть не открывается шкурой, скажем так. Шкурой, да, шкурой медведя. Нет, не медведя, коровы. Я единственное хочу добавить вот к этому, да, что фишка как раз в том, что у нас фотосеты строятся вот настолько индивидуально, что вроде бы это и очевидно эта профессия, но в то же время подача должна быть необычной. В Ленинграде, сколько мы знаем, да, есть несколько, две хорошие студии, ну реально хорошие, да? Каким-нибудь из них вы пользуетесь? Ну, ты имеешь в виду Леона Stage? Да, да, да. Где мы вообще проводим? Я подозреваю, что ты имеешь в виду Леона Stage, который на Кировском заводе. На самом деле студий в Питере действительно, как ты сказал, довольно-таки большое количество, но не все имеют место быть, да. Мы часто пользуемся… И по отношению техническому… Да, мы часто снимаем в Леона Stage, вот, как ты сказал, одна из старейших студий. Она прикольная. Она классная, она прикольная, там много залов. Она убитая, конечно. Ну, уже там нужно, конечно, сделать ремонтик, но не в обиду Леона Stage и непосредственно… Нет, на самом деле это очень хорошая обратная связь. То есть они должны понимать, что за каждого… Ну, и что же клиента, да, в некотором случае? И вы приводите клиентов, и это важно клиентам. Так что это не какая-то такая ужасная критика, это нормально. Не, ну, мне показалось, что вот эти гримерные, приборочные, да, вот… Я даже, вот, просто мне нужно было воротничок у рубашки погладить, да. И там вот такая вот гладильная доска… Ну, по крайней мере, есть хотя бы… Дело не в этом. Ну, да, знаешь, представляешь, ты бы этот обгрызанный микрофон поставил. Я бы сказал «Алё-алё». Так, давайте дальше. С монетизацией, мне вот интересно, вам удалось монетизировать свой проект? Ну, естественно, мы его и создавали в целях работы, то есть любая работа должна оплачиваться. И мы создаем хорошие проекты, то есть наши фотосессии, которые работают на человека, то есть мы рассказываем потом про людей в соцсетях, мы пиарим людей, естественно, да, это как наша бонусная вещь дополнительно к фотосетам, которые мы делаем. Естественно, то есть люди… Люди с помощью этого продукта, который мы предоставляем на выходе, они также увеличивают свой заработок, поэтому тут совершенно… Какой вот охват вы аудитории даете, например, вот вы фотосессию отсняли, да, вот, например, мы его, да, видеоформат используем, мы знаем, что где-то в день тысяча-полторы человек посмотрят, да, ну, вот наш ролик. Сколько у вас вообще, где вы, какие площадки используете? Ну смотри, не будем, скажем так, лукавить, мы только начинаем, то есть потому что, по сути, нашему проекту официально мы запустились… Официально мы запустились 1 декабря 2016 года, это дата нашего, скажем так, официального выхода в свет. Мы старше нас практически, да, еще еще нет, форматом видео мы ставим. То есть, да, в августе мы только познакомились с Катериной, с сентября-октября у нас был на присмотр, пристрел друг к другу, определение концепции проекта, да, в декабрь мы запустились. По сути, нам буквально недавно исполнилось 3 месяца. Принимаем поздравления. Соответственно, по поводу площадок, на которых мы размещаем, то есть у нас есть группа в Инстаграм, у нас есть группа ВКонтакте. Готовится сайт? Готовится сайт, непосредственно, и мы размещаем информацию на личных страницах, в Инстаграме, сейчас будет на сайте, который запустится на лендинг. Вот, опять-таки, активно вот сейчас хотим сотрудничать с Михаилом, потому что он предоставляет и развлекательный портал, который у него есть, непосредственно «Парадач.ТВ», где можно тоже использовать данную информацию. То есть, сейчас мы только-только начинаем. А вот вопросик можно, например, если у кого-то есть какие-то площадки уже развиты, вы бартером что-то делаете? Вообще, мы приветствуем сейчас… Мы пришли к этому. Да, мы пришли к этому, и мы приветствуем совместное продвижение друг друга, потому что на самом деле сейчас ситуация такая, что ты один, ты в поле не воин. Ты можешь себя продвинуть и себя правильно позиционировать в миру исключительно только если ты работаешь в команде, в команде хороших людей. И, конечно же, мы стремимся к этому и взаимо друг другу помогаем. Немножко по ценам ты можешь сориентировать, Николаевич? Ну, последний вопрос. По ценам примерно. Вот сколько ваши фотосессии? Она же, я понимаю, что… Даже не просто фотосессия. Да, это продвижение, да. Во-первых, продвижение, во-первых, составление определенных текстов, да? Конечно. Формирование образа – это в целом большая-большая работа. То есть это не просто пошел фотографировал. Да. Сколько это может стоить, например, для простого кузнеца? Ну вот. Ну вот у нас… Смотрите… Подождите, я вас перебил. Он похож на кузнеца? Только честно. На простого нет. На простого? Он похож на кузнец, но не на простого. На самом деле, да. Он же кузнец женского счастья. Поэтому, скажем так, конечно… Я понимаю, не только женский. Смотрите. На самом деле, если я сейчас озвучу для всех, скажем так, сумму, как бы она ничего не даст, да? Я уже начинаю копить кредит. Мне хотелось бы просто сейчас, в данный момент, донести до людей то, что мы хотим, то, что мы хотели сделать этим проектом. То есть нашим проектом мы хотели действительно раскрыть потенциал людей в их профессии, показать их миру. Что есть такие классные, там, девушки, молодые люди, которые могут заниматься чем угодно, но они… Именно они этим живут, и это их, ну, может быть, скажем так, цель жизни, миссия. Да? И вот мы нашим проектом именно хотим дать им такую площадку, чтобы люди о них узнали. Ну, по-моему, формат реформы, правильно? То же самое, как видеоформат. Вот сейчас человек пришел и в деталях про свой бизнес рассказал то же самое. Но это сложнее гораздо на фото сделать, правильно? Да. Но мы, скажем, нам это интересно. Почему? Потому что все привыкли к стандартным фотографиям. Ну, на фоне, опять-таки, там, на лавочке, цветочке, какие-то березки. Или, скажем, вот есть фотосессии для женщин, где они их приодевают, красят, и, по сути, просто подстановка человека в ту же маску, да, и вот так штампуют, штампуют. А у нас суть в другом. Как раз вытащить настоящего человека. То есть, не важно там, как, опять же, красивая девушка накрасит, но чтобы она именно была в кадре. Потому что... Можно перебить? Мы с вами, опять же, в стейдж, короче, были. Там девчонка вся такая, вроде в татушках. И что она сбросилась в глаза? Она себе, этот, груди накладные на фотосессию, как вот эти силиконовые, вот туда, ну, как будто... Так ведь, смотри, она раз, подожди, Михаил, раз, я такой, ну, вот это я попал. Идея-то в чем? Ведь мужчина потом узнает, что этих грудей-то нету. Вот, а как? А как ты представляешь? Ложишься вот с ней в пастичках. Дорогая, где? Я думала, что у тебя пятый размер, а у тебя первый нулевой. Нет, просто после вот, как это я увидел, да, я сразу подумал, может, мне надо сходить за зайчей лапкой, понимаете? Тоже как-то что-то сымитировать. Это вот, ну, так, имя об этом. Я не понимаю, что такое зайчая лапка. Ты что, не знаешь, как этот Микки Джаггер или как правильно? Мик Джаггер. Мик Джаггер, да. Он же применял зайчую лапку. Знаешь, для чего он применял? Для того, чтобы хорошо концерт проходил. А вы о чем подумали? Именно об этом. Ну вот и счастливый вопрос о зайчую лапку. Да. Что-то как-то мы не думали. Что-то говорили. Да, говорили что-то по поводу. Конечно, процесс нашей фотосессии, он строится, как правильно сказал Михаил. Легкая озвучка у нас на заднем фоне. На заднем фоне. Что хотим, то и делаем. Так, и... Сейчас я отключу, чуть-чуть позже отвечу. Соответственно, что я хотела сказать, что наше фотосессии, как правильно сказал Михаил, это не просто нажать на кнопку, нажми на кнопку, получишь результат, как буквально пела группа технологии. Все мы жили в то время, наверное, помним эту песню. А именно встретиться с человеком, поговорить о том, что ему важно, что он хочет, чтобы мы могли ему помочь в этом реализоваться. И, соответственно, дальше уже мы строим концепцию и преподносим это все в жизнь. Вместе с ним строим концепцию. Ну, это вот как вот по поводу картины, да? То есть, вот есть Таня Латышева, которая нарисовала нам эту замечательную картину. Она не просто нарисовала картину, она попадала передать ситуацию. Да. Мы переживали как-то определенные эмоции, то есть то, что мы куда-то поехали, и она попыталась это все делать запразить. Может быть, картину покажем в кадр? А ее уже видели, но мы ее покажем. Видели, да? Устали от нее. Уже устали, да? Это мы первый раз видим, да? Всегда у нас эмоции через край. Можно задать вопрос по поводу карты, если что? Ну, сейчас пришло время. Да, по поводу карты. А почему у вас карта вверх ногами? И снова этот вопрос. Очень креативно всегда на него отвечают. Вы знаете, вот когда мы только-только, понимаете, мы занимались своими делами, тоже своим проектом. И такие, что-то как-то не то, да? Карта висела здесь, и мы решили, давай сюда перетащим карту, да? Чтобы вот ничего не мешало здесь. Чего мы так ее, как обычно, вешаем? Давай ее перевернем. И вот когда мы перевернули, произошло что-то как-то, не знаю. Перезагрузка. Перезагрузка. Произошла. Да, начали приходить интересные люди. На самом деле, последнее время, даже не то, чтобы последнее время, у нас к нам в жизни, к нам в наше агентство «Профи в деле», и вообще просто по жизни приходят такие люди, которые действительно настолько интересные, настолько классные. И они вообще появляются вот неоткуда, буквально. Притягивают. Вселенная. Вот они просто притягивают, да? Вселенная просто дает как бы под запрос. И на самом деле это очень здорово, потому что происходит именно взаимообмен энергиями. Но ты как вот тренер, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Тренер. Тренер. То есть, поэтому, раскройте как бы, да, свои чакры и золотой энергетический поток откроется для вас. Тренер. Главное, что стержи будешь. Тренер. 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 Поэтому, соответственно, опять-таки еще одна из причин, почему мы здесь, потому что ребята, мы познакомились с ребятами тоже на одном из наших общих мероприятий. И, пообщавшись немножко, они сразу нам очень понравились, потому что активные движутся вперед, просто непосредственно про Михаила и про Дмитрия. Да, познакомились. Я просто с Дмитрием познакомилась только сегодня, с Михаилом мы уже довольно давно, Дима я узнала только сейчас. Поэтому попросите. Все-все-все. Давайте немножко к нашим баранам. Как вас найти в социальных сетях? Хештег. Как называется? Соответственно, я хотела еще сказать, почему мы здесь, а потом хештегом. Ребята живут в Сосновом Боре и в Сосновом Бору. Михалыч живет в Сосновом Боре и они здесь делают такие чудеса, то есть у них очень много всего. И, соответственно, мы как раз приехали тоже пообщаться о взаимом сотрудничестве, о том как раз только что ты и говорил. Мы просмотрели видео и тайм-кафе, и пространство Space Place, да? У нас же сыпы там заинтересовало вас этот формат. Конечно. Эти магазинчики там прикольные. Ну, я думаю, что я бы вам посоветовал тоже вот эти вот, ну, видео-то снимать, потому что, ну, тоже прикольно. Мы видео снимаем и сейчас… Просто процесс. А у вас же, вы по очереди как бы фотографируете? Или как? То есть, или как у вас это происходит? Вы приходите вдвоем, да? Вместе на съемочные? Да. Мы работаем вдвоем на съемочной площадке непосредственно. Просто смотри, например, Катюша там снимает, да? Я снимаю. А ты можешь записывать видео, как этот процесс волшебства происходит, как все это меняется, да? То есть, это можно… Бэкстейдж мы снимаем тоже, да? Да? И плюс мы еще делаем… И плюс мы еще делаем непосредственно ролики конкретные для людей. То есть, именно вот сейчас у нас недавно, буквально сегодня мы запустили ролик для свадебного салона. То есть, мы выезжали на конюшнюю Катчину. Там было представление из свадебного салона, платьев именно конюшни, лошадей. То есть, мы делали для них ролик. Именно люди в своей профессии. Вот. Был у нас видеоролик для ребят, которые занимаются вентиляционным оборудованием. То есть, мы прямо выезжали на производство и делали для них. То есть, были в касках, в масках. Я хочу, кстати, сейчас вот… Ты начала говорить, представляешь, что компания «Титан 2» закажет такую фотосессию у своих работников. Лучших работников предприятий. Как вот человек получается радиацией? Да, вообще… Это очень удобно, кстати. А на лошадях, мне кажется, такая довольно красивая фотография получается. На лошадях, да. И как Катерина, да, на площадке она мне ассистирует, помогает во всем. Моя, можно сказать, правая и левая рука. Полушариев мозга. Полушариев мозга. Поэтому мы работаем непосредственно вдвоем. Плюс у нас в команде есть свои визажисты, свои стилисты, парикмахеры, видеографы, которые непосредственно работают в команде. Плюс как-то попросил ребенка, точнее, младшего ребенка, попросили нарисовать папу. Он приходит, папу нарисую сам себя, я сам себя буду рисовать. Я говорю, ну иди старше. Ну старше взял и нарисовал. А до этого он какую-то там комедию смотрел старше. В итоге нарисовал папу, борода туда-сюда и брови. Только не две брови, а как бы моно-бровь. Я к чему? Ваш визажист может изобразить на мне моно-бровь? Моно-бровь запросто. Сделай, да? Запросто. Все, я уверен, я попал в руки. Сейчас профессионалы. Новый аватар снимает. Михаила пригласили на главную роль. Как вы мужем, действительно. Образ. Он еще не знает, в каком образе ты. То есть ты уже договорился за это, что я буду участвовать в съемках? Те ребята, с которыми мы работаем, мы действительно профессионалы в своем деле. Но мы не можем себе позволить работать с другими. Потому что вы профи. Да. Потому что мы профи и мы в деле. И те люди, которые с нами работают, они тоже профи и тоже в деле. Хочу сказать, что название компании в целом очень много зависит. Помните, такой был мультик про Руделя? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Это было удачное название. Так, про хэштеги что-нибудь. Хэштеги. Да, кстати, контакты. Как вас вообще найдет? Про хэштеги, контакты. Наши хэштеги «профи в деле» на латинице и «профи в деле» по-русски. То есть в Инстаграм можно найти. В Инстаграм, да. Мы выходим сразу же первые по поиску. А, без СПБ, без всего, да? Да, без СПБ, без всего. Очень просто запомнить именно вот «профи в деле» как слышим, так и пишем по-английски по-латинице и «профи в деле» по-русски. То есть очень простые хэштеги и на запоминающиеся сразу мы выскакиваем. В ВКонтакте? В ВКонтакте непосредственно у нас «профи в деле», нижнее подчеркивание «проект». Это именно по-английски, да? Да. А так по-русски как называется? Так и называется? Да. «Профи в деле». Да, мы прикрепим к видео все ссылочки. Телефончик можно позвучить? Да, позвучите. Телефоны у нас непосредственно, их два, можно звонить как Катерине, так и мне. То есть мы обе с ней на связи, работаем практически… Не-не, сейчас можно озвучить, просто аудитория мужская услышит, они же могут позвонить и позвонить. Не только по делу. Не только по делу, но это… Мой телефон 8 911 760 5580, можно сказать прямо на всеобщее обозрение, выдала свой номер. Да, да. Ну и соответственно Катерина… Мой телефон 8 911 633 1644. Нам можно писать как в личные сообщения, так и в группу. Мы довольно быстро… Ватсап, вайбер, да, работаем? Ватсап, вайбер, все привязано к этим номерам. Мы довольно быстро реагируем и, соответственно, стараемся сразу же в ближайшее время назначить встречу для того, чтобы обсудить какие-то моменты. Хотел спросить еще по поводу срока. Вот происходит съемочка там, да, например, и… Ну, не только съемка, то есть вот эта подготовка, процесс, срок сдачи, скажем так, заказа. А срок сдачи у нас идет, если мы делаем, например, параллельные фото и видео, то в течение недели, то есть у нас на выходе готовый продукт. Ну, достаточно быстро. Вот. Потому что фотосессию две недели ожидали. Стараемся… Да, стараемся… А по безналу вы работаете, да, вот, ну, отчетные документы какие-то или вы просто пока… Сейчас, в настоящий момент, у нас как раз именно подготавливаются все возможности для того, чтобы работать по безналу и работать именно документально. Вот, то есть это есть. А так можно по безналу именно Сбербанк онлайн, то есть, в принципе, удобно для всех системы. Вот, сейчас тоже чаще стали ей пользоваться, потому что многих просто, ну, действительно наличный счет. Поэтому… Ну, просто для организации это, конечно… Для организации, конечно, будут предоставляться документы и счет это, в общем-то, естественно. Ну, потому что, ну, многие, кто даже компании заказывать, они… Нужно отчитываться, да, и начитываться, после чего теперь налогу куда идти тратят. Ну, конечно. Вот. Естественно, это все, если мы развиваемся и мы понимаем, что это нужно… Ну, пару слов о планах. Вот, хотите мировое господство, что у вас? Да. Катерь, давай. Или галактическая там, ну, почему бы нет. На самом деле, не сказали, не упомянули о том, что, собственно говоря, когда мы с Натальей встретились, у меня уже был другой свой проект, он продолжает действовать. Это студия рекламы. Вот. Студия рекламы. То есть, и мы, я думаю, что это все… Обединим. Обединим, да, потому что на выходе получается, что когда мы продвигаем личный бренд или продвигаем компанию, то, как правило, это идет рекламное сопровождение в виде логотипов разработчиков. В виде фотки, в виде оформления сайта, опять же, для компании, в виде визиток и любой другой полиграфии, вплоть до баннеров, что, собственно говоря, делает студия рекламы сейчас. Вот. Поэтому в данный момент я занимаюсь параллельно с двумя проектами, Наташа больше, естественно, вкладывается в прошлом деле. Ну, я думаю, это все интегрируется и в итоге получится очень классный продукт, буквально под ключ, ну, вот и до. Вот именно под ключ вы решаете все проблемы вашего клиента. То есть, и так, и так, вы очень мобильны, лояльны, то есть, есть вам что предложить. Это самое главное. Не ответили на вопрос, когда у нас Медведь появится, Путин там… У нас… Уже скоро. Ну, масштаб, конечно, в ближайшее время охватить Санкт-Петербург, это как минимум… Сосновый мор. Сосновый мор. Вот. Катерина из Костромы. Большинство красивых девушек не из Костромы. Спасибо. Да. Ага. Может быть, кто-нибудь сталкивался и прям идешь, да, девушка симпатичная, поворачивается и понимаешь, что… Нет. В принципе, нет. Вот с Украины у нас… Поворачивался. Да. Вот такие унылые. Вот нормандская порода, вот эти лошади… Ну, что не сказал лошади. Вот. Но, реально, люди в шоке приезжают, на самом деле, с Украин. Да. С Украинами приезжают, но в шоке. Что вы посоветите? Улыбаться? Да. Улыбайся. Знаете, есть такая песня «Улыбайся, улыбайся в невесомости своей». Да. Вот. В продолжении наших глобальных планов, соответственно, Катерина из Костромы, я из Иваново. И в мае месяце мы хотели сделать рейд по плотному Брату России нашему, то есть захватив Владимир, Ярославль, Кострому и Иваново. И, соответственно, сделав там ряд тоже фотосетов, потому что есть уже тоже желающие, потому что общаемся с ребятами, которые там остались, и есть интересы. И вот одно из таких вот ближайших. А так, конечно же, это встать твердо на рынке Санкт-Петербурга, потому что мы просто хотим действительно дать возможность всем жителям нашего славного, безумно, люблю этот город Питера, нашего города, где мы сейчас живем, именно такую возможность раскрыть себя через нас. Мы поможем. Да, потому что некоторые вещи, как мы сейчас делаем, можно транслировать в онлайн. Это интересный формат, и он нам тоже интересен и полезен. Знаете, мы проезжаем в это мероприятие, там, может быть, у нас день бываешь, на свадьбе зовут, обойтешь в этот трансфер. Кстати, да, еще два маленьких наступления. У нас здесь будет 14 мая интересный такой марафон «Бегущая невеста» называется. Все невесты города, текст-невесты, всякие разные, невесты, у которых есть свадебное платье. Именно 14 мая? Да, да, да. Даже Михаил, в принципе, уже подумывает. Да, да. В каком моменте, возможно, отобреешь? Бегут, бегут. Зачем? Тебе так нет? Нет, не от Михаила, они бегут в поддержку онкологических больных. Не надо бегать в городе. Борода очень хорошо тебе. Точно, да. Невесты бегут в поддержку одного онкологического больного, которому, ну, на эти деньги собраны ему, да, он отправится в Германию или в Индию. Да, здесь собирается, организуется фестиваль, то есть сюда будут приезжать артисты, то есть такая интересная. Там есть родоначальница, женщина, да, может быть, ну, потом тоже ссылочки прикрепим, потому что мы его сейчас пиарим. Они не сделают что-то, потому что это женщина, которая победила раб, и она сейчас помогает людям. Изумительно, причем вы знаете, ребята, она открыла жена класса. А вот она, кстати, с Ивановым. Она мисс Ивановым. С четырестого года. Я думаю, что это Ивановым. Обалдеть можно. И она хочет это сделать в Петербурге. Знаете где? Мы с удовольствием с ней познакомимся, потому что, когда я жила в Иваново, у нас проект «Бегущие невесты» был, и он до сих пор там есть. Проект есть. Мы о ней говорим. Елена Бетриевская. Елена Бетриевская. Она вот сейчас у нас была. К сожалению, лично я с ней не знакома, даже будете живя там. Елена Бетриевская. Елена Бетриевская. Незнакома. Но мы с удовольствием приедем с ней познакомимся и подумаем о том, как можно сделать именно непосредственно продающий вариант для нее. Причем, как бы тема… Это кузык. Да, вообще просто, я поражаюсь. Причем тема рака, тема ВИЧ-инфицированных больных, то есть она сейчас настолько актуальна. Я, вот опять-таки, маленькое личное вступление, если у нас есть немножко времени. Я была с 23 по 26 на февральские праздники, я выезжала с друзьями в Альшаннике, это у нас в Минобласти, турбаза. Там был спортивный фестиваль. И оттуда приезжали люди с разных городов. И там была одна девушка из Уфы, Светлана. Она настолько меня поразила, как ты говоришь, что она борола рак. У этой девочки, у нее вид, у нее непосредственно, скажем так, ВИЧ. То есть она, как говорится, имеет такой вот недуг. И она непосредственно тоже, все мы знаем, что это не по бороде, это неизлечимо. Это носитель, она его имеет. Но у нее настолько перевернулось мировоззрение с этого всего, что она, ну как бы сейчас, у нее цель и миссия в жизни показать, что это такие же люди, как все остальные. На самом деле, ВИЧ-инфицированные, это не заразные люди. Это обычные такие же люди. Просто у них снижен иммунитет, и им приходится применять определенные там лекарства или таблетки. Те же самые дети. Она сейчас очень занимается вот этой вот проблемной ситуацией. То есть она рассказывает ликбе с людям. Потому что не надо их шарахаться. То есть не надо... Это такие же люди, как мы можем сидеть рядом с ними. Она меня, конечно, поразила. То есть она нашла в себе силы, она вышла. И сейчас у нее трое детей. Она, скажем так, и живет, и работает, и в общем двигается в этом направлении. Поэтому с удовольствием встретимся. Да, еще обратите внимание, вторая ремарочка о том, что... Вот посмотрите, люди познакомились, да? То есть в августе, да? Да. В августе, в декабре они решили, что вот все, все бросаем и начинаем заниматься этим, о чем мы там уже долго общались и говорили, да? И просто обратите внимание, что вот видно, как у вас идет рост и как вы поэтапно все это дело делаете, да? Там просто многие люди говорят, вот у меня не получится. Вот реально живой результат, что можно из идеи превратить это в любимое дело, да? То есть реально воплотить это в жизнь. И сколько вокруг вас формируется интересных людей из Москвы, из Иваново, да, то есть Санкт-Петербурга и много-много еще откуда. Вопрос почему? Почему? Потому что вы что-то делать интересное, полезное людям несете. И это чувствуется страшно. Да, это изначально, это все-таки изначально не проект для заработка, да, а это изначально миссия. То есть у нас как горел глас на это, так он и будет гореть. Только люди живыми взглядом к своему делу готовы на него, то есть не доедать, не досыпать. Не досыпать, не досыпать условно. Они монетизировали свое хобби, да. И так каждый должен, может сделать это. Вот результат. Вчера вот тоже на метро-бизнесе, да, классе, спрашивали женщины, да, вот как же, чем вы не заняться, да? Вот я говорю, вот чем вы готовы бесплатно заниматься с утра до вечера просыпаетесь с этой мыслью, засыпаетесь, как это не занимаетесь. Да, практически фанатично. И вселенная, вселенная, она на самом деле все слышит и все видит, и она просто открывает врата, и все приходит. Как говорится, случайности не случайны в этом мире. Да, все случайности не случайны. Ну что, может быть еще раз повторим данные, или можно еще что-то сказать? А данные мы прикрепим. Да, да, лучше пожелайте, может быть, что-нибудь людям, вот кто хочет, может быть, в других городах создать подобный проект, пару слов скажете. На самом деле у нас одна из наших тоже таких глобальных идей, это по франшизе, по франшизе. О, интересно, я вас разболтала. Да, 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 ты нас на самом деле раскусил. Потому что у нас есть такая мысль, действительно, создать такие агенты. И найти таких же фанатиков в других городах, по своих французах. И научить их, на самом деле, научить их, как это делать, чтобы они под нашей маркой, под маркой «Профи в деле» делали действительно профессионально свое дело. Крутые проекты, да. Да, крутые проекты. Мы с удовольствием поделимся и с удовольствием расскажем о том опыте, через который мы прошли. Мы сейчас себя сами связали с словом, так что скорее франшизу оформляем. Да, скорее франшизу оформляем и делаем. Это даже хорошо, что мы связали. На самом деле, на самом деле, напутственное слово тем, кто только-только, может быть, начинает или хочет начать что-то своего, какой-то проект, не надо бояться. И нужно больше делать и меньше говорить, потому что, на самом деле, когда мы с Катериной начинали, мы, как правильно сказал Михаил, началось все с идеи, но мы просто не стали, как бы, скажем так, это все очень долго. Искать идеальных условий. Да, мы просто взяли и начали делать. Это важные слова, вот все ищут идеальные условия. Да. Их не будет. Их не будет. Но людей сейчас привлекает живой формат, живой, вот мы сейчас как сидим, здесь же нет каких-то декораций суперских. Абсолютно. Что Михаил на миллион долларов? Больше ничего. Бородача, это декорация единственная. Это его стайл, да, это его фишка, он же бородача. Я хочу поджечься. Нет, он будет один эфир, просто, когда он мне поджигает, и как убегает. Прям бородача. Мы еще моноброфи сейчас делаем. Моноброфи, абсолютно. Я сказал, скоро будет корректурно. Что у вас моноброфи? Сделаем моноброфи. Так, Вон, спасибо вам большое, что вы приехали, что вы поделились с ними-то своими идеями и наработками. Будем рады вас еще видеть в нашем эфире. Мы тоже будем рады. Да, мы тоже будем рады. И вас у нас здесь тоже. Мы тоже здесь очень рады. Большое спасибо Наталье, Екатерине и молодой человек. Как тебя зовут? Я не понимаю. Дмитрий, если я... Если я не ошибаюсь, да, это Дмитрий. Все, всем всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. И участвуйте в замечательном проекте. Каждый сам для себя должен уяснить это. В каком? И воспользоваться вашими услугами. Потому что они реально прикольные. Да, мы ждем вас. Смотрите в описании всего. Все, всем пока. Пока, счастливо. Продолжение следует...